rx 350 руль не самый сложный но и не самый простой потому что три вставки и получается шесть вот таких вот запаковок поэтому это долго достаточно кожи здесь темно-коричневая но у нас такой нету и буду делать в такой она в принципе не сильно выделяется сероватая она думаю нормально будет но тут не я решаю я клиенту показал что есть как бы вариантов нет это лучше чем делать какой-то кожзам я буду разбирать его все отдирать пленкой делаю потому что на некоторых машинах вы со скотчем потом если просто скотчем обернете можете лак снять конкретно на двухсотом крузаке сто процентов так произойдет потому что у него и так лак там облазит без всяких манипуляций и так и так и 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 мы и и Думают, что они вообще все в мире знают. Где-то там хрен поймешь, чего она смотрится. И думают, что просто шов макраме везде должен быть. Типа, что ты какое говно делаешь, колхоз? Нормальный шов должен быть прошит по краям и стянут. Типа, вся остальная херота. Вот на мой взгляд, самый стремный шов вообще. И один вообще ненадежный на самом деле. Это макраме. Потому что нитку зацепить, она распустится. А вот у таких швов ни разу я не видел, чтобы нитка распустилась. Вся кожа будет стерта, а нитка будет целая. Смотрите, какая-то наклеечка, маркировка. Что-то не очень на японские иероглифы это похоже. Вот у них было просто... Смотрите, как сделано. На куда он фокусируется? Во! Просто запаковано. Ниткой ничего не затянуто. Рецитальный шов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...